Добрый вечер! Вы смотрите Дайвичи. Меня зовут Светлана Халявина. Сегодня в течение часа мы обсудим главные новости города и области. К нам в студию придут гости, член ассоциации по защите малого и среднего бизнеса в Кировской области Алексей Кальсин и председатель гильдии логопедов Людмила Рязанова. Вы, кстати, тоже можете стать частью программы. Участвуйте в голосовании в нашей группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». Вместе с гостями будем обсуждать ваши комментарии. Итак, мы начинаем. И вот главная тема на сегодня. Очередное переименование. Какие новые улицы и остановки появятся в Кирове? Она вообще не греет. Тут вот чуть-чуть теплая батарея. Жалуются на холодные батареи. Почему жители Нововятска остались без отопления? Смотрим в зеркальце на себя внимательно, выполняем упражнение «Лягушка-слоник». Помогают развивать речь. Логопеды отмечают профессиональный праздник. В начале выпуска напомню, сегодня в нашей группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров» с самого утра идет опрос. Мы предложили зрителям высказать свое мнение, нужно ли переименовывать Киров в «Вятку». Варианты предложили следующие. Первый – да, это название подходит городу больше. Второй вариант – нет, не вижу смысла это делать. И третий вариант – можно подумать, но позже, когда будут решены более насущные проблемы. Итоги опроса мы обсудим чуть позже с гостем в студии. Так что у вас еще есть время оставить свой голос, а пока перейдем к новостям. В течение трех лет в Кировской области появятся три новых школы. Это станет возможным благодаря федеральной субсидии, которую получит наш регион. Сумма – более полутора миллиардов рублей. Об этом сообщили в правительстве Кировской области. Так, в следующем году новая школа должна открыть двери ученикам в микрорайоне Урванцево. На ее строительство будет выделено около 600 миллионов рублей. Причем большая часть этих денег направлена из федерального бюджета. Оставшуюся сумму предоставят областной и муниципальные бюджеты. Кроме того, к 2020 году появятся школы в Чистых прудах и городе Зуевка. Добавлю, что в Зуевке строительные работы должны начаться в ближайшее время, а завершиться они должны к концу 2019 года. Игорь Васильев утвердил структуру областного министерства внутренней и информационной политики. Возглавил ведомство Николай Коев. Он был заместителем предыдущего министра с 2015 года. Одним из замов Коева стал Станислав Куршаков, депутат ЗАГС Собрания 5-го созыва и экс-зам-директора одного из кировских телеканалов. Сегодня в Кирове произошли сразу два пожара на улице Орловской. Горели дома номер 42 и 48 дробь 1. Сигналы о пожарах поступили в 14.36 и 14.53. Как отметили в МЧС по Кировской области, один из домов был жилой, в другом никто не жил. Здание на Орловской 42 тушили 9 человек и 4 единицы техники. По данным специалистов, там обгорели стены и пол. Во втором доме с огнем боролись 15 сотрудников МЧС. В здании обгорела кровля и стены изнутри. Причины пожара сейчас устанавливаются. Специалисты не исключают возможность поджога. Информации о пострадавших нет. Дадут имя скверу и нескольким улицам и остановкам. Совет по топонимии принял такое решение. Как на это отреагировали кировчане, расскажем далее. Этот клочок земли у дома номер 30 на улице Молодой Гвардии скоро перестанет быть безымянным. На очередном совете по топонимии было поддержано предложение кировчан назвать его в честь вятского садовода-селекционера Антона Рудобельского. Но не только о скверах и местах отдыха говорили члены совета. Приняли решение и о названиях новых улиц, даже тех, которых еще нет. Например, одну из улиц в каком-нибудь из строящихся микрорайонов назовут именем младшего сержанта милиции Кузолева Дмитрия Владимировича. Сделают это по просьбе председателя Совета ветеранов органов внутренних дел области Марата Эпштейна. Очень внимательно совет отнесся к нашей просьбе. У нас там только возник такой разговор. Не слишком ли длинное будет название улицы старший или младший там сержант милиции Кузолев и еще имя отчества поставили. Но, значит, долго шли разговоры, но все-таки решили, как мы просили. Имя Дмитрия Кузолева было выбрано из 60 других имен сотрудников, погибших при исполнении. Но именно этот милиционер погиб на одной из улиц города. В 93-м задержал преступника, который его смертельно ранил, вспоминает Марат Львович. Но названия у улиц будут не только новые, некоторым их имена поменяют. Так же, как и остановкам. Всего 11 мест посадки и высадки пассажиров поменяют свои названия. Чаще всего из-за того, что старые уже не привязаны к тому, что находится в районе их размещения. К слову, мнение самих кировчан о переименовании как улиц, так и остановок разделились одни за, другие против. Можно переименовать, но старое название писать в скобочках, допустим, бывшая такая-то. Потому что много людей ищут улицу Энгельса, никак не найдут. Поэтому лучше в скобках ниже написать. Бывшая такая-то. Мне нравилось старое название улиц, например. Старое, которое вроде старой мяты. Да. То есть вы хотите за то, чтобы их обратно вас знали? Да. Ну зачем переименовывать улицы? Давать им имя людей, которые так его жадно убивали, например. Кстати, работа по уточнению на именовании остановок продолжается. Предложения в письменном виде принимаются до 22 ноября в администрации города. Вопрос переименования не улиц, а города Кирова. То и дело поднимают власти на общественность и СМИ. И всегда он вызывает много споров. Мой коллега Дмитрий Житарчук вспоминал, как Киров-Вятку переименовали. И что из этого получилось? Дима, что же получилось в итоге? Свет, ну, обо всем по порядку. Если вкратце об истории вопроса, то первое упоминание о городе Вятка в летописях датируется 1374 годом. После возведения местного Кремля на берегах реки Вятки в 1457 году за городом закрепляется название Хлынов. Спустя 300 лет своим указами Екатерина II возвращает городу название Вятка. И уже в 1934 году, 5 декабря, советская власть переименовывает город в Киров. На этот раз в честь революционера и советского политического деятеля Сергея Мироновича Кирова. Уроженца Уржума, который, впрочем, в областном центре никогда не бывал. С развалом Советского Союза все чаще стали говорить о переименовании города обратно в Вятку. И особенно часто при Никите Белых. Кстати, настрой самого экс-главы региона по этому вопросу также менялся. В 2009 году Белых высказался за однозначное переименование города в Вятку с учетом общественного мнения, естественно. А уже в 2016 заявил, что вопрос уже не актуален. Практически каждый человек, который приезжает в Киров, творческая интеллигенция. Этот вопрос задают. Но в самом городе, мне кажется, эта тема не так сильно обсуждается. Хотя периодически разговоры заходят. Острого градуса я не ощущаю внутри региона. Владимир Жириновский этот градус, судя по всему, ощущает очень остро. Лидер ЛДПР уже неоднократно высказывался за возвращение исторических названий российским городам. Это первое, что он сделает в случае победы на президентских выборах в 2018 году. Мы вернем Волгограду имя Сталинград. Как компенсация мы Ульяновску вернем имя Симбирск, Кирову-Вятка, Ногинск-Подмосковный-Богородск и все улицы, площади. Всем вернуть исторические названия. Поддерживают инициативу по поводу переименования города Кирова в Вятку и некоторые деятели культуры. В частности, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук высказывался за референдум по данному вопросу. Я понимаю, что для многих слово Киров уже ничего не значит для молодежи. Они даже не понимают, что оно значит, что был такой человек. Для многих Вятка ничего не значит, но Вятка все-таки там сотни лет наших предков. Это великое племя славянское, Вятичи. Периодически за высказываются и кировские общественники. Когда человек меняет имя, он начинает новую жизнь. У него новое имя. Когда какой-то, допустим, или корабль продают из России в Индию, он меняет имя, у него начинается новая жизнь. Здесь, например, то же самое. Начать новую жизнь, но на старой основе. Традиционно против коммунистов. Так представитель этой фракции в областном ЗАГС-собрании прошлого созыва Виктор Женихов еще год назад заявлял, что выносить этот вопрос на всеобщее обсуждение слишком рано. Это может расколоть общество. Потому что вы долгаете и людей, и молодежь, наверное, на прикады. Этого делать, я считаю, не надо. В последнее время этот вопрос под утих. Никто референдумов не требует, а опросы в социальных сетях не проводят. Вот, Свет, такой примерно стресс общественного мнения. Да, спасибо, Дима, за подборку. С гостем мы продолжим обсуждать. Спасибо. Но свое мнение по этому вопросу неоднократно высказывал член Ассоциации по защите малого и среднего бизнеса Кировской области, а также член партии Российский объединенный трудовой фронт Алексей Кальсин. И сегодня он у нас в студии. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Ну, начну я с вашего позволения. Вот с чего вы так настаивали, чтобы вас представили именно как члена партии. Это принципиально. Вот именно по этому вопросу. У вас у всех, у всей вашей партии такое мнение. Вы, насколько я знаю, против переименования. Да, и члены нашей партии тоже. Мы за город Киров. Почему? Я буду в данном случае говорить от себя. Все же я здесь себя представляю больше. Ну, вы вот просили просто вас так представить. Да, хорошо. Поэтому сакцентировала, может, это важно. Мы считаем, что вопрос переименования, особенно города Кирова, да, это вопрос политический. Так. Потому что никого не волнует, там, улица Солнечная, если ее вдруг переименуют в Лунную, да, это не... Ну, волнует, но не в таких масштабах, наверное. Максимум, жители этой улицы. А когда речь идет о политических деятелях, то получается так, что общество разделяется на два лагеря. Те, кто за развитие нашего города и нашей страны по пути советской власти, которая была, да, и те, кто против этого, два лагеря начинают, так скажем, борьбу. Ну, и все-таки ближе к сути, почему вы против? А потому что это шаг назад, это... Ну, то есть Вятка, это что-то, вы считаете, более историческое уже, да, такое несовременное? И город Киров, это историческое имя. Сколько лет уже у нас? 80, да? Ну, я не знаю, вот вы, наверное, в курсе разу. Ну, надо посчитать, время идет, я этим вопросом с 2008 года так или иначе занимаюсь, изучал в свое время очень серьезно. Но, я хочу сказать, что... В общем, все-таки Киров вы считаете лучше. Вот вы знаете, Алексей, мы считаем... Я бы не хотел этот вопрос рассматривать в категории лучше, хуже. Просто не надо переименовывать ничего, вы так считаете? Конечно, не надо переименовывать, потому что ничего не изменится для рядовых граждан. А вот та воспитательная сущность, она утратится. Я вспоминаю себя в юности... Это какая воспитательная сущность? Я, например, приведу свой, так скажем, да. В юности я задался вопросом, а в честь кого назван на нашей улице? Город Киров я уже знал, но тем не менее там менее известный, да. Я изучал этот вопрос. И думаю, что многие молодые люди тоже так или иначе в своем развитии задаются такими вопросами. Лишний повод посетить нашу диораму, например. Там, кстати, выставка обновилась, поэтому много нового можно в нашем городе узнать. Поэтому вот эта воспитательная функция, она утратится с изменением. Алексей, я правильно поняла, но вот вы читали про название улиц. С новой молодежью, у них уже будет другое название улиц, они будут читать их название. В чем смысл? Для них это будет это воспитательное? Нет. Понимаете, меняется время, меняется образовательная программа. Соответственно, она идет в определенном ключе. И те, кто интересуется геополитикой и, в частности, событиями на Украине, мы все видим, к чему это приводит. Алексей, если возвращаться, все-таки мы с вами обсуждаем именно Киров и Вятка, да, процесс переименования. Вот вы неоднократно говорили, вы считаете, что когда возникает вопрос переименования, на самом деле это власти хотят скрыть какие-то другие процессы или реальные проблемы, которые происходят в городе. Это вот ваше интервью, вы высказывали такое мнение. Вот вы можете привести конкретный пример, например, какие были проблемы, что пытались скрыть, когда один из последних разов пытались поднять вопрос переименования? Я хотел бы в общем этот момент осветить. Ну, например, в общем. Потому что это известный прием в политических кругах, когда в общественное пространство, в СМИ вбрасывается какая-то горячая тема, которая обсуждается, искусственно подогревается, может быть, несколько дней подряд. В это время проходят какие-то судьбоносные решения, которые фактически остаются без внимания тех же самых СМИ. И люди по прошествии времени, так скажем, о них узнают уже по факту. Но ведь мы несколько раз уже сталкивались с вопросом, когда поднимался острый переименование Киров-Вятку. Это уже на нашей с вами памяти. То есть мы уже можем проанализировать, вот там в 2008 году активно поднимался вопрос переименования. Что же такого власти пытались скрыть в Кировской области? Что произошло? Вот такой пример можете перевести? Это ваше высказывание? Я ничего не придумала? Если вспоминать 2008 год, насколько я помню, время достаточно большое прошло, тогда Никита Юрьевич только вступил в должность, его назначили. Я сейчас 2008 год привела очень примерно, потому что там несколько лет это обсуждалось активно. Началось все с того, когда переименовали улицу большевиков в Казанскую, и после этого активно стали говорить снова, вспоминали Киров-Вятку. А результаты-то этого? Но вы не анализировали, в общем, да, просто вот такой вот факт, что действительно вот в этот год переименовывались, вот такое-то политическое событие было? Ну, например, в 2015 году вы приводите мой цитат, вот тогда были события на Комсомольской ярмарке, насколько я помню. То есть, возможно, с этим связанным... Этот факт пытались, да, чтобы оттянуть внимание в этой метеоритике, да? Конечно. То есть, я сейчас не могу точно сказать, какие могли быть события. Я же, так скажем, в кулуарах не находился в это время. Вы все равно просто это видите, ваша позиция, и она подкреплена чем-то, поэтому мне было интересно факт об этом. Она подкреплена в общем, то есть... Ну, в целом, вы просто так считаете, но детально пока еще не изучили, да? А зачем это изучать в том отношении, что мы же прекрасно понимаем, что это механизм политической борьбы в данном случае. И не важно, что конкретно на самом деле. Это настолько часто случается у нас в стране, что это уже закономерность. И когда мы за последние 10 лет уже тему переименования города Кирова в Вятку поднимали, ну, раз, наверное, 5 точно в том или ином формате. И сегодня опять мы поднимаем эту тему. Ну, пока еще мы ее не поднимаем. Тем не менее, мы обсуждаем. Обсуждаем, да, конечно. И волей-неволей мы снова возбуждаем с вами этот вопрос. Вот смотрите, мы сегодня утром запустили голосование в нашей группе ВКонтакте. Просто было интересно узнать мнение. Давайте зачитаю результаты. Значит, из 100% проголосовавших, 63% считают, что нет, не вижу смысла переименовывать. То есть те люди, которые голосовали, тоже, ну, по сути, за Киров. Дальше 18% считают, что переименовывать нужно. И 19%, то есть практически равное количество, считают, что можно подумать, но позже, когда будут решены насущные проблемы. То есть примерно то, о чем вы говорили. Вот, поэтому кировчане тоже вот так считают. Прагматично рассуждают. Да, возможно. Я больше рассуждаю с точки зрения причинно-следственных связей. И кому это нужно, в первую очередь. Спасибо огромное, Алексей, что пришли к нам вечером. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Никита Белых женился. Эту информацию опубликовала на своей странице в сети Екатерина Реферт, которая уже поменяла фамилию на Белых. Напомню, как рассказывала раньше сама Екатерина с экс-губернатором Кировской области, они познакомились еще до ареста. В июле этого года они получили разрешение на заключение брака. Но документ был потерян руководством СИЗО, так же, как и копия разрешения. Позже Реферт присвоили в деле Белых статус свидетеля, в связи с чем ей был запрещен проход на территорию СИЗО, в том числе и для оформления брака. До дачи показаний в суде, а на заседании суда в октябре, после того, как Реферт дала показания, Белых предложил ей выйти за него замуж. Реферт согласилась. Бракосочетание состоялось сегодня, 14 ноября. Это происходило в СИЗО Лефортово, в комнате для свиданий, в присутствии нескольких сотрудников изолятора, собственно, сотрудников ЗАГСа. Буквально церемония в 15 минут и где-то час там далеко общаться через стекло. А как Никита Юрьевич себя чувствует, вот сегодня в частности? Чувствует, ну, в принципе, стабильно плохо. Сегодня я его впервые за долгое время увидела радостным, счастливым. Надеюсь, вообще самая ситуация предаст ему силы духа. Сейчас небольшая пауза, и вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Жалуются на холодные батареи. Почему жители Нововятска остались без отопления? Помогают развивать речь логопеды, отмечают профессиональный праздник. Как приручить бенгальских и амурских тигров? В цирке прошел открытый урок для школьников. Это «Давичи» и мы продолжаем. Чтобы накопить на квартиру в Кирове, потребуется 8 лет. Но только в том случае, если житель нашего региона будет откладывать всю зарплату целиком. К такому выводу пришли специалисты в сфере недвижимости. Они выяснили, что самые доступные квартиры в Магаданской области. Откладывать зарплату на жилье жителям этого региона нужно было бы всего два года. В целом, самое доступное жилье в России находится в Сибири, на Дальнем Востоке и на Русском Севере. Самое недоступное – в Крыму. Там накопить на жилплощадь придется около 14 лет. А также в Москве, Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае. Отмечу, что в расчет брались средняя зарплата за первое полугодие 2017 года, по данным Росстата, и цены на квартиры в регионах. Ответили на вопросы по отоплению представители Центра местной активности Ленинского района совместно с общественниками в сфере ЖКХ и специалистами жилищной инспекции провели для населения семинар, где люди смогли задать вопросы о том, как начисляется плата за отопление по новой системе. В частности, людей интересовалась система оплаты по счетчикам и по нормативам. Специалисты пояснили, в каждом доме должен быть установлен общедомовой счетчик на отопление. Если он не установлен или его поверхность закончилась, то расчеты платы производятся по нормативам. Причем до сентября этого года к расчетам по нормативам добавлялся коэффициент периодичности. Сейчас его нет и это влияет на суммы в квитанциях. С сентября месяца к этим нормативам уже не применяется коэффициент периодичности. В связи с чем у нас плата с сентября месяца увеличилась где-то примерно на 50%. Но вместе с тем вы должны понимать, что плата увеличилась, но в общем погоду размер платы не увеличится. Нужно ли платить за отопление, когда по факту его практически нет? Этот вопрос волнует жильцов дома номер 30 на улице Пушкина в Нововятске. Батареи в их квартирах чуть теплые с начала отопительного сезона. В проблеме разбиралась Елена Шарыгина. Кировчанка Юлия Кричун переехала в новую квартиру в августе. Но радость от новоселья продлилась недолго. В сентябре, когда по всему городу начался отопительный сезон, в квартире молодой семьи батареи остались холодными. Она вообще не греет. Тут вот чуть-чуть теплая батарея. Люди обратились в управляющую компанию. Там ответили – отопительная система работает исправно, никаких дефектов не обнаружено. Однако сантехников на место всё же отправили. Те провели диагностику и объяснили, в чём дело. Сказали, что надо батарею чистить. А чистить – это будет услуга платная. 5 тысяч рублей потребовали, можно грубо говоря, с нас так. Но так как батарея старая, конечно, лучше вам её заменить. Батарея стоит 4 тысячи, плюс они за установку 3 тысячи тоже просят с нас. Однако платить жильцы не готовы и уверены, что делать это коммунальщики должны за свой счёт. Изначально должны были проверить все батареи. Это входит в их обязанность. Так как если они с вас просят какие-то деньги, то это уже считается как бы незаконно, что за это они могут понести наказание 250 тысяч рублей. Ситуацию разъяснили сотрудники жилищной инспекции. По их данным, нужно чётко разделять, где общедомовое имущество, а где имущество собственника. И раз батарею нужно менять в квартире, то делать это жильцы должны за свой счёт. Елена Шарыгина, Николай Шахарбеев, Бюро новостей Давича. Частично без отопления и горячей воды уже два месяца живут люди на улице Центральной, дом 15, дробь 1. Они не могут связаться со своей управляющей компанией, так как по адресу, который указан в квитанциях, никто не работает. Жильцы обратились с проблемой в администрацию города. Там сообщили, что в доме ремонтируют водоводяной подогреватель горячего водоснабжения. И заверили, что управляющие компании рекомендовали ускорить эти работы. Однако спустя месяц всё остаётся по-прежнему. Сейчас жильцы дома планируют обратиться в прокуратуру. К другим темам. Сегодня в мире отмечается День борьбы с диабетом, в рамках которого в нашем городе прошла ежегодная акция от Министерства здравоохранения. Любой желающий смог сдать кровь на сахар и сразу получить результат, а также проконсультироваться с врачом-эндокринологом. Данная акция ежегодно позволяет выявить нарушение углеводного обмена и сахарный диабет у 20% обследуемого населения, отмечают специалисты. В целом в России число больных с сахарным диабетом составляет порядка 4 миллионов человек, а в нашей области от этой болезни страдают больше 40% населения. Чтобы избежать диабета, врачи советуют следить за питанием, заниматься спортом и регулярно посещать эндокринолога. Если имеются факторы риска по развитию сахарного диабета, то я рекомендую именно что на врачам первичного звена выделять группу пациента с фактором риска и ежегодно исследовать у них уровень сахара в крови. Ну и каждому человеку или даже не страдающему сахарным диабетом, они знают свою наследственность. То есть на диспансеризации, на медосмотре, прийти к терапевту, то есть дать уровень сахара в крови ежегодно. Еще одна важная дата отмечается сегодня во многих странах мира. 14 ноября – Международный день логопеда. Это человек, который работает над развитием речи, причем как у детей, так и у взрослых. Сегодня наш корреспондент Анна Стефаненкова узнала об особенностях этой профессии. Работа со звуками, темпом, тембром и дыханием – основное направление работы логопеда. Специалист Наталья Лопаткина учит говорить без дефектов с самого детства. Считает, что главное в этом деле заинтересовать ребенка. Я даю ребенку игрушки, и ребенок начинает заинтересоваться, таким образом он уже не обращает внимания на то, что я логопед. Мы просто с ним начинаем общаться, и ребенку становится интересно, он завлекается какими-то упражнениями, этой логопедической гимнастикой, и все-таки мы уже нашли общий язык. Чтобы понять, что ребенку нужна помощь логопеда, нужно пройти специальную диагностику, по мнению специалистов, проводить ее лучше в возрасте до двух лет. Следующее наше упражнение – маляр. Еще разок. Молодцы. Важно для логопеда хвалить ребенка за успехи. Это помогает достичь результатов, считает Наталья Лопаткина. Логопед должен быть в первую очередь добродушным. Просто дети достаточно чувствуют, кто с ними работает и как именно. И как раз-таки подход служит, вот именно доброта и любовь к детям, это их больше всего и привлекает. Эти качества логопеда привлекают не только детей, но и взрослых, которые также регулярно обращаются за помощью и проходят комплекс специализированных упражнений по развитию речи. Анна Степаненкова, Александр Грызгалов, Беронова, Сейдовича. Подробнее о работе логопеда и о том, насколько эффективны такие занятия для взрослых, мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, председателем гильдии логопедов Людмилой Рязановой. Людмила Григорьевна, добрый вечер, спасибо, что пришли к нам. Ну вот мы видели сюжет, там дети занимались. Взрослые могут исправить какие-то дефекты речи? Да, конечно. В любом возрасте никогда не поздно обратиться к логопеду за помощью, если это касается звукопроизношения. Есть взрослые после инсульта, после черепно-возговой травмы, когда уже клинический логопед восстанавливает им речь. А если это, будем так говорить, ну с детства не научился человек выговаривать какую-то букву и хочет уже там вот в каком-то осознанном возрасте исправить это возможно? Да, конечно. Если речь идет о нарушении звукопроизношения, то здесь первое, что нужно побороть, это привычку и сформировать мотивацию. А такое возможно? Ведь человек уже живет, может, там 30-40 лет, это правда привычка. У вас были случаи, когда вот преобразовывались, дефект уходил? Да, сейчас очень много взрослых обращается за помощью логопеда. Большинство из них мужчин. Да вы что? А с чем вы думаете это связано? Я не про мужчин, а про взрослых. Что во взрослом возрасте? Ну, в 90-е годы было около 55% детей с нарушениями речи. Они выросли. Некоторые не компенсировали это нарушение. И им сейчас хочется говорить красиво. Ну, это хорошее желание, правильно ведь? Да, конечно. Конечно. Скажите, вот если у кого-то из родителей есть дефект речи, ребенок обязательно это унаследует? Нет, это не обязательно. Речь явление социальное, и ребенок учится говорить по образу и подобию. Вот-вот, он же слышит. И, конечно, когда он будет слышать неправильную речь, он может копировать своего взрослого родителя. Но не обязательно он будет копировать именно того родителя, у которого нарушение. Как быть? Какой совет можно дать родителям? Мы же не можем говорить, вот маму слушай, папу нет. Обратиться к логопеду за консультацией. А как вообще понять, на каком этапе родителям понять, что есть какая-то проблема? Нужно очень четко и вовремя. Вообще консультация логопеда никогда не будет лишней. Нужно четко вовремя следить за речью ребенка, как можно больше разговаривать с ним, следить за этапами развития речи. В год ребенок должен произносить не менее 10 слов, не менее. В три года ребенок должен уже разговаривать фразовой речью. Должна быть фраза. Предложение, да? Да, предложение развернутое. Перед школой речь должна быть грамматически правильной. Должны быть сформированы все компоненты речи. То есть и фономатический слух, и слоговая структура, и связанная речь. Речь в комплексе должна быть правильной. Он должен уметь не только составить рассказ, но и правильно его составить. А как Вы считаете, откуда вообще появляется такая проблема? Это у тех, кто плохо слышит или отстает в развитии? Откуда вообще это? Или это никак с умственным развитием вообще не связано? Причин очень много. Есть и физиологические причины, когда нарушается во внутриутробном периоде, идет сбой. Даже так? Да, конечно. Когда ребеночек растет, родители иногда неправильно с ним общаются или не общаются вообще. Сисюканье очень часто приводит к нарушениям речи. То есть противопоказано, не надо сисюкать. Да, сисюкать не надо. Особенно с трех лет. Даже когда вот ребенок только начал говорить, сразу все, беседуем. Ну а с умственным развитием это как-то связано? Вот эта причина, следственная связь, например, есть небольшое отклонение, поэтому и в речи. Или наоборот, речь плохая, поэтому может и в умственном. Или это вообще просто бытует такое мнение? Если у ребенка задержка речевого развития, то как следствие он не будет общаться с окружающим миром, и как следствие может быть задержка психического развития. Но это не факт. То есть это возможно, но не во всех случаях таких. Скажите, вот Людмила Григорьевна, есть ли на вашей практике какой-то интересный случай? Например, может быть какой-то дефект оригинальный, потому что то, что картавят люди, или букву «Л» не выговаривают, мы все знаем, а вдруг вот какое-то интересное есть что-то? Оригинальных? Ну, наверное... Ну вот, например, сегодня меня поздравил уже сейчас молодой человек, он уже вырос. Когда он приходил ко мне на занятия, он был мальчиком шести лет. У него было полиморфное нарушение звуков, очень много звуков было нарушено. И когда мы с ним подошли к группе соноров звуков, это звуки «Р», «Л», то он попал в больницу, он заболел пневмонией, попал в больницу. И уже мы встретились после Нового года, и когда он меня увидел, он на улице, может, мне рукой кричит «Логопед!» Ко мне приходил Дед Мороз! То есть само собой это получилось? Вот эта предварительная работа, которая была нами выполнена до этого момента, то есть мы делали артикуляционные упражнения специальные, мы с ним занимались. И те, вот та база, которая была заложена, и те звуки, которые мы уже исправили, вот это дало толчок к произнесению этих звуков. Ну, я думаю, Людмила Григорьевна с вашим отчеством, если вы говорите, что значит все уже, можно сказать, не ваш пациент. Спасибо большое, что пришли к нам, я вас поздравляю с профессиональным праздником, желаю вам хороших пациентов, ну и поменьше, наверное, или побольше, не знаю, как желать. В общем, самое главное, чтобы побольше было правильноговорящих. Спасибо большое. Еще раз, что пришли к нам. Спасибо. Сейчас небольшая пауза, не переключайтесь, впереди еще много интересного. На Кировском вокзале до конца декабря продлили акцию «Книга в дорогу». Такое решение приняли из-за того, что она пользуется большим спросом у горожан. Напомню, суть акции в том, что пассажиры Кировского вокзала могут взять с собой в путь художественную литературу современных российских и зарубежных авторов, сказки, научно-познавательные, исторические издания, книги по домоводству. Они расположены на специальной стойке в здании вокзала. Кстати, сотрудники железной дороги отмечают, что пассажиры стали не только брать книги, но и пополнять самостоятельно коллекцию. Главное доверие и пару килограммов мяса артисты цирка рассказали сегодня юным кировчанам секреты дрессировки самых зубастых хищников планеты. На манеже прошел открытый урок вместе с бенгальскими и амурскими тиграми. Это не впечатление тех, кто видел полосатых артистов впервые в жизни в нашем сюжете. С дисциплиной на этом открытом уроке поначалу не заладилось. Дети, те, что в креслах и те, что на манеже, усидеть на месте не могли. Первые ребята из различных интернатов двухгодовалых тигрят видят очень редко. Радости хоть отбавляй. В свою очередь, юные хищники заскучали. Манеж – самое место размяться. Но делу время. Волевым решением дрессировщики московского цирка Никулина Артура и Карина Багдасаровой начали урок. Тема простая – любовь к животным и тонкости дрессуры. Вопросы поступали в режиме нон-стоп. Кошки-то они кошки, но большие. Ребятам рассказывают – кушают по несколько килограммов мяса в день. Ленивые немного, любят поспать. Но, впрочем, опять же, как любая кошка. Зато способные. Могут хоть в воду, хоть в огонь. Главное – правильный подход. Кстати, многие из этих ребят, этих хищников, видели впервые в жизни. Я их очень мечтал увидеть и только сейчас увидел. А ты не видел до этого тигров? Я тоже никогда не видел. Я узнал. Ну, что? Ну, они едут говядину. То, что они очень опасные и к ним лучше не прикасаться. Подобные встречи с юными россиянами артисты цирка Багдасаровых проводят регулярно. Кстати, после урока в своих школах или дома ребята смогут написать сочинение о своих впечатлениях. Авторов лучших работ пригласят затем на само представление. Но не это главная цель подобных открытых уроков. Объясняем и даем понять и развеиваем вот эту жуткую, совершенно жуткую, непонятную для нас, дрессировщиков, информацию, что животных мучают в цирке. То есть сейчас мы на этим уроках показали, что идет только взаимопонимание, только привыкание друг к другу. Сто процентов даю гарантию. Сегодня бабушки, дедушки, кошки и мышки будут все адрессированы. Но вообще это хорошо, когда дети общаются с животными и получают какую-то информацию, которую они не могут даже в школе получить. Кстати, в рамках урока детей познакомили и с самым юным полосатым артистом. Этой начинающей звезде Манежа всего четыре месяца. Как ему даются первые шаги под софитами цирка, каждый из ребят после мог проверить на себе. Также на Манеже любой желающий мог перепрыгнуть с тумбы на тумбу и даже порычать. Ну а все желающие смогут оценить выступления хищников уже в рамках шоу «Планета 13» до 3 декабря. Сотрудники МЧС в очередной раз предупреждают кировчан о плохой погоде. 15 ноября в Кировской области ожидается мокрый снег с дождем. Ветер будет достигать 21 метра в секунду. Поэтому специалисты просят, в особенности автомобилистов, быть внимательнее. Что же ждет нас завтра, еще расскажет редактор Бюро новостей Довича Ирина Сырцева. Ирина, к чему готовится завтра кировчанам? Кировчанам готовятся к новостям после очередного заседания правительства Кировской области. Снова будут обсуждать бюджет. Наконец-то, я думаю, что его уже примут на 9 месяцев этого года. А, то есть что-то перераспределят? Да, перераспределят. Куда-то с одного места на другое перекинут. Узнаем завтра, где урезали, к чему добавили. Да, где прибыло, где убыло. После бюджета, но я думаю, что этот вопрос станет самым главным, как обычно, больше всего. Время займет. После этого будут обсуждать сразу два вопроса, которые будут касаться жилья. Во-первых, обсудят меры по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем и повышением качества жилищно-коммунальных услуг. А еще один вопрос, который будут рассматривать члены правительства, будет касаться обманутых дольщиков. Я так понимаю. Наболевшая тема. Все обсуждают. Да, завтра, наверное, стоит смотреть новости. Скорее всего, все СМИ города будут рассказывать о том, как будут помогать дольщикам и насколько станут более комфортными условия поживания. Да, это актуально. Да, еще там же, на этом же заседании подведут итоги пожароопасного сезона в лесах Кировской области, но, на мой взгляд, он не был таким сильно пожароопасным. Вопрос по дольщикам интереснее. Вопрос по дольщикам, я думаю, актуальнее. Да. Дальше, что у нас еще ждет? Ну, у нас конкретно журналистов завтра ждет пресс-тур. Нам покажут сотрудники теплоснабжающей компании то, как они повышают качество теплоснабжения потребителей города Кирова. Я думаю, журналисты зададут вопросы. Они покажут нам, чтобы мы показали кировчанам, как хорошо они стараются работать. Да, если нам покажут, как действительно хорошо стараются работать, что там изменится, мы обязательно об этом расскажем. Ну, будем ориентироваться на завтрашний день и завтрашнюю информацию. Завтра у нас также пройдет, я думаю, вот эта интересная и полезная информация, будет проходить горячая линия телефона по вопросам защиты жилищных прав несовершеннолетних. Здесь, я думаю, информация о полезной с 9 утра до 11 будут ждать специалисты вопросов от кировчан. Все, что касается, мало ли, где-то кто-то что-то не получил. Это интересно, а кто будет звонить? Это несовершеннолетние до 18 лет? Это что, ребенок в 10 лет позвонит? Ну, в частности, мне кажется, могут звонить и родители, в том числе приемные, вот, например, там по вопросам опеки над совершеннолетними. Да, это да. Допустим, идет процесс усыновления, да, там достаются какие-то жилые метры, например. Телефон, если сейчас успеют записать, я могу сказать, да, 54-77-48, 54-77-48, с 9 до 11 часов утра. Есть что-то еще у нас завтра? Да, завтра очень насыщенный информационный день. Завтра будут проходить публичные обсуждения кандидатов. Запланировано у нас в 17 часов на улице Карла Липнев, Т69, это здание правительства Кировской области, вход со стороны Октябрьского проспекта. Но единственное, что публичное обсуждение кандидатов не предполагает людей со стороны. Кандидатов на что? Кандидатов на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. Кировской области. То есть у нас там несколько кандидатур, и, собственно, вот сегодня можно было всем желающим принять участие в этом публичном обсуждении. Нужно было сегодня подать заявку на аккредитацию, чтобы попасть в здание правительства. Там все входы завтра уже будут закрыты. Публичное, да, слушание, но пройти туда невозможно? Ну, представители общественности, то есть сотрудники прессы, я думаю, что попадут туда. Спасибо, Ирина, я думаю, что завтра мы постараемся максимально осветить информацию, наши зрители увидят уже завтра. Спасибо, но мы продолжаем. Россию могут не допустить до зимних Олимпийских игр в Корее. Это может случиться, если Всемирное агентство антидопинговое не восстановит в правах российское антидопинговое агентство на заседании Совета учредителей. Оно состоится 16 ноября. Анна Стефаненкова обсудила эту ситуацию и то, как не отнеслись кировские спортсмены с президентом Олимпийского совета Кировской области Светланой Медведевой. Россию могут не допустить до зимних Олимпийских игр в 2018 году. Какова была ваша реакция, когда вы узнали об этой новости? Огромная надежда на то, что все-таки восторжествует справедливость. И главный олимпийский принцип, который Пьер де Кубертен закладывал в идеологию современных Олимпийских игр. Основное положение Олимпийской хартии гласит, что Олимпийские игры – это соревнования не стран, а спортсменов. И когда спорт переходит в такую жесткую политическую плоскость, когда шантажируют целую великую страну, организуют травлю как отдельных спортсменов, так и ставят вопросы дисквалификации страны, на мой взгляд, это совершенно недопустимо. А есть кировские спортсмены, которые уже сейчас готовятся к этой Олимпиаде? В Корее будет представлен ледолазм. Как вы знаете, половина сборной страны по ледолазанию состоит из кировских спортсменов. Так что в этом виде спорта мы вполне могли бы блеснуть в Корее. И будет очень обидно, если эта премьера состоится без российских спортсменов, в том числе без кировских. Если все-таки будет возможность принять участие в Олимпиаде, кировские спортсмены будут участвовать? Вы знаете, Олимпийский комитет России дает возможность своим региональным представителям в качестве зрителей и болельщиков принять участие в Олимпийских играх. Но это все зависит в первую очередь от того, будет ли участвовать там Россия. Естественно, если будут недопущены российские спортсмены, не может быть речи о том, чтобы туда поехали менеджеры и зрители. Как считаете, падает ли популярность спорта от таких политических ситуаций? Наверное, Россия – это страна, которая вопреки всему. Тот всплеск любви к спорту, который мы наблюдали после Олимпийских игр в Сочи, после побед наших фехтовальщиков на чемпионатах мира и так далее, на сегодняшний день этот интерес не угасает. Спасибо большое за уделенное нам время. Было очень приятно пообщаться. Ну а о погоде, какой она будет в среду, 15 ноября, нам расскажет Надежда Шабулина. Давайте узнаем, что нас ждет. Здравствуйте. О погоде на среду, 15 ноября, расскажу вам я, Надежда Шабулина. Спонсор прогноза погоды – Киа Автомотор, платиновый дилер Киа в Кирове, улица Московская, 166 напротив метра. Предложение, которое не оставит вам выбора. Киа Спорт Эйдж в наличии с выгодой до 149 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Только у платинового дилера Киа – Киа Автомотор. Мы на Московской, 166. Звоните 523-00. В Кировской области ожидается пасмурная погода, местами пройдут осадки в виде снега. В Лузе-Слободском, Котельничье и Налинске – минус 1 градус, в Кирсе и Вьеранске – 0 градусов, в Вятских Полянах – плюс 1. В городе Кирове днем ожидается пасмурная погода и местами пройдут осадки в виде дождя. Температура воздуха – 0,2 градуса ночи, в городе – минус 1,3. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. Ветер подует западный со скоростью 4 м в секунду. Относительная влажность воздуха – 87%. Магнитное поле слабо неустойчивое. Это был прогноз погоды на 15 ноября. И у меня на этом все. Желаю вам хорошей среды. Таким был этот вторник, 14 ноября, глазами наших корреспондентов. Новости на этом заканчиваются, но информационный вечер продолжается. Ровно в 20.00 стартует журсовет. Сегодня на вопросы журналистов будет отвечать депутат городской думы Владимир Журавлев. Не пропустите эфир. И на этом я с вами прощаюсь. В студии работала Светлана Халявина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин